Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди, и сейчас в мире происходит грандиозная подстава. О чем я говорю? Всем мы понимаем, кто по-настоящему правит миром. И это центральные банки. К сожалению, они держат нас за горло и не собираются останавливаться в ближайшее время. Они заканчивают то, что начали много десятков лет назад. Их цель – контроль денежной системы, экономики, финансовых рынков и даже активов. Так они смогут диктовать нам наши жизни, так как мы вынуждены совершать любые сделки в их системе. Поэтому сегодняшнее утро тоже ни для кого не стало сюрпризом. Банк Англии оставляет процентные ставки без изменений, но намекает на то, что он может снизить их раньше, чем позже. У нас есть Банк Англии, Европейский Центральный Банк, ФРС США и другие центральные банки, которые собираются огласить всем нам то, что может стать их конечной целью. И эта цель – девальвация валюты в массовых масштабах, всей фиатной валюты. Также эта цель заключается в том, чтобы больше раздуть ценовое поведение активов по всей планете. Например, цены на жилье пробивают крышу, аренда и продовольственная инфляция просто уничтожают средний класс. Это шокирует. Хочу добавить, что такое происходит не только в США. Мы берем США за пример. Американские семьи израсходовали все свои сбережения. Половина российских семей может сказать то же самое. И это часть плана, часть глобального плана. Люди больше не справляются, и не только в Соединенных Штатах. Они сожгли свои сбережения. А теперь они берут кредиты и долги. В США кредитная нагруженность населения достигла 1,13 триллиона долларов. В России 36 триллионов долларов. Закредитованность англичан за последние 12 месяцев выросла втрое только по кредитным картам. С 300 миллионов до 900 миллионов фунтов стерлингов. И я, как контрариан трейдер, то есть трейдер, играющий против тенденции, иду против навязанного тренда на разделение. Я хочу донести мысль, что это происходит везде. В США, в России, в Украине, в Англии, везде. И наш настоящий враг – это сеть центральных банков по всему миру. Итак, теперь, чтобы свести концы с концами, люди берут долги. Рекордные. Занимают, занимают и занимают, и тем самым становятся зависимыми от их системы. Тебя это не удивляет? Ты наверняка видишь эти рекламы постоянно. Нужны деньги – мы дадим вам их быстро. И, конечно, они берут с этого процент. Ну а проценты по кредитным картам бьют все рекорды. Например, в Соединенных Штатах Америки они достигли почти 29%. Это 17-летний максимум. Вся эта система построена хищниками. Хищниками, которые охотятся на нас. И ты все еще удивлен, что я выбираю биткоин вместо нее? А какая есть альтернатива? Напиши в комментариях. Нет ничего удивительного в том, что ни Банк Англии, ни ФРС США, ни Центральный Банк России, ни остальные центральные банки по всему миру не торопятся снижать ставки. Никто не ожидал снижения ставки, но они этим подставляют нас. Всех вместе взятых. По всей земле. Это очень печально. Я уже несколько раз предупреждал о том, что они что-то сломали в экономике, в том числе этими высокими ставками. Малый бизнес страдает. И не только в Соединенных Штатах. Настроение бизнеса еще хуже, чем во время рецессии начала 90-х и пузыря даткомов 2000-х. И все это сделали повышенные процентные ставки и инфляция. И если что, только в США малый бизнес составляет 44% ВВП. И в нем работает около 62 миллионов человек, или же половина всей американской рабочей силы. И это только США. 2025 год может стать годом рецессии. После выборов президентов США в этом году все ставки будут сделаны. Нас с нами подставляют прямо сейчас, и если не предпринимать никаких действий, то мы окажемся в еще более плачевном положении. Yahoo Finance пишет, рецессия в 2025 может привести к падению фондового рынка на 30%. И на самом деле 30% это ничто по сравнению с реальной стоимостью фондового рынка. Я имею в виду, что может быть и 80% падение фонды. Мы понятия не имеем, где находится дно, где находится справедливая цена этого рынка. Почему мы этого не знаем? Потому что ФРС США сломала, и рынок тоже. Она манипулирует им как хочет, для достижения своих целей. Захотят и обвалят его на 80% уже завтра. А захотят наоборот, раздуют еще больше. Так что просто будь готов к тому, что грядет. Надеюсь, ты уже готов к этому. Как готовятся сами центральные банки? Покупают золото. Мировые центробанки увеличили запасы золота на 228 тонн в первом квартале 2024. И это рекордная скорость за все время наблюдений. Мировой спрос на золото никогда не был таким сильным. За последние два года всплеск спроса на золото был почти полностью обусловлен центральными банками. Почему центральные банки так агрессивно приобретают золото, спрашивает этот новостной ресурс. Теперь мы знаем почему. Но кроме золота есть еще один вариант. Кому-то он покажется более рискованным и ненадежным, так как еще толком не успел себя показать во время кризиса. Но некоторые банки уже постепенно нащупывают его. БНП Парибас инвестировал в спотовый биткоин ETF от BlackRock. Их позиция всего 50 тысяч долларов. И хотя позиция невелика, она может сигнализировать о том, что все больше банков начинают обращать свое внимание на биткоин, как на уже регулируемый продукт. Европейский регулятор рассматривает возможность добавления биткоина на рынок UCITS размером в 12,8 триллиона долларов. Страховой гигант MassMutual инвестировал в спотовый биткоин ETF. И так далее, и так далее, и так далее. Мы видим все больше и больше таких случаев, о которых еще несколько лет назад мы даже мечтать не могли. Центральные банки и вся их компания, включая страховые компании, готовятся. Они готовятся к коллапсу также и региональных банков, а затем и к дальнейшему поглощению этих региональных банков крупнейшими банками, которые потом превратятся в супербанки. Они готовятся к обесцениванию наличных денег, отказу от них и внедрению цифровых валют как средство спасения, способа решения больших проблем, которые сами же и создали. И за это решение люди будут даже благодарить их. Пора делать ставки против банков, пишет TradingView. И речь идет о региональных банках. Это то, о чем мы только что говорили, о крахе региональных банков. «Ожидайте как минимум одного банкротства банка каждую неделю из-за краха рынка недвижимости», говорит миллиардер и инвестор в недвижимость Барри Стернлихт. Те, кто еще не принял меры и не попытался хотя бы что-то сделать, чтобы вывести свои деньги из этих региональных банков, ждет время еще больших разочарований. Но не беспокойся, компенсации наверняка придумают. И люди будут очень рады получать какой-нибудь безусловный базовый доход в виде цифровой валюты Центрального банка на цифровой кошелек в Центральном банке. То, что мы сейчас наблюдаем в мире, это логичный процесс, направленный на то, чтобы сконсолидировать власть в руках все меньшего и меньшего количества людей. Мы уже говорили об этом, например, вместо тысяч региональных банков, которые контролировать достаточно сложно, им нужно всего лишь несколько супербанков, контролировать которые вполне себе реально. Поэтому лучше принять меры, забрать свои деньги из всех этих банков, из всех финансовых учреждений, купить немного золота, можно рискнуть и купить биткоина. Тут я должен предупредить, что биткоин может падать на 80%, это крайне волатильный инструмент. И к этому тоже нужно быть готовым, что придется держать его годами, возможно 5 лет, 10 лет, 20 лет. Я планирую держать его практически всю свою жизнь, а потом передать своим детям и внукам. Также очень интересная статья на Zero Hatch, время ставить против банков. В этой статье рассказывается о том, что текущая финансовая система находится в плачевном состоянии. Такого состояния мы не видели никогда в истории мира. И это не случайно. Система сейчас разбирается по частям. И дело идет к логичной кульминации. Когда это произойдет? Про цифровой рубль официальные заявления гласят о 5-7 летних сроках внедрения. Внедрение цифрового евро может произойти уже в 2025. Ну а ФРС США всячески отрицает даже планы запуска цифрового доллара. Но это ложь. Я же думаю, что это все может произойти именно в 2025 году. Скорее всего. И скорее всего до запуска должна произойти какая-нибудь катастрофа. Глобальная рецессия, о которой предупреждает Yahoo Finance. И именно на нее спихнут все поломки в существующей системе. А возможно и на другие страны. Внедрение новой финансовой системы будет подано как единственный способ решения всех этих рукотворных искусственных проблем. Я говорю о девальвации валют, про инфляцию и все остальное. Еще одна статья здесь. Отстающее влияние событий из прошлого подпитывает инфляцию сегодня. Посмотри, как домино падает прямо на нас с тобой. Что значит отстающее влияние событий из прошлого? Имеется в виду, что фундамент для той ситуации, в которой мы находимся сегодня, закладывался еще много-много лет назад. Президенты прошлого допустили раздувание инфляции, национальных долгов. Они вложили силу и власть в руки центральных банков. Они подняли центральные банки на первое место в пирамиде контроля. Эти президенты, которые вступили в сговор с Фера США, Центральным банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и другими центральными банками по всему миру, призывая в прошлом к отрицательным ставкам, к ослаблению национальных валют и так далее, запустили этот эффект домино. И сейчас это домино обрушивается на каждого из нас. На средний класс, на малый бизнес, на платильщиков аренды, на водителей и на потребителей продуктов питания. И теперь они говорят, что единственный способ решить это, это внедрить новую финансовую систему и сделать все для сокращения населения. Генеральный директор BlackRock Ларри Финк сказал, что развитые страны с сокращающимся населением станут победителями с точки зрения качества жизни, поскольку у них будут все технологии для повышения производительности труда и повышения уровня жизни, включая замену людей машинами, роботехникой и искусственным интеллектом. Я говорил об этом более подробно в этом видео. И к счастью, люди начинают это видеть. И вот в чем проблема. В периоды экономического подъема денежная масса быстро растет. Но что мы видим сейчас? Никакого экономического подъема, никакого экономического бума. Наоборот, согласно прогнозам Юнгтат, темпы роста мировой экономики в 2024 сократятся до 2,6%, что уже находится очень близко к отметке в 2,5%. Когда мировая экономика растет со скоростью 2,5% в год, это уже рецессия. И это официальные цифры и прогнозы. В реальности обычно хуже. И что же делают центральные банки на этом фоне? Они наоборот начинают добавлять валюту в систему, в глобальную монетарную систему. Рост денежной массы стал позитивным впервые с ноября 2022. Эта ситуация очень хороша для активов, но очень плоха для экономики. Потому что комбинация из падающей экономики и растущей денежной массы приводит к огромной инфляции. Это приводит к возобновлению росту инфляции даже при сохранении высоких процентных ставок. И что же будет дальше? А дальше Банк Англии, ФРС США, ЕЦБ, Центральный банк России и другие центральные банки будут снижать ставки. Возможно в унисон, а возможно с разницей в месяц-два. И затем нас ожидает возобновление количественного смягчения. Когда процентные ставки будут снижены, а количество печатаемых денег будет увеличено. Что это значит простыми словами? Это инфляция, это разрушение среднего класса. Но это значит также и рост различных классов активов. В том числе и биткоин, который любит раздувание денежной массы. Мы с тобой уже рассматривали график зависимости денежной массы и цены биткоина. Когда денежная масса рекордно взрывается, биткоин идет на новые исторические пики цены. И наоборот. Все идет кульминацией. Чтобы они, те кто управляет миром, и я говорю о центральных банках, а не о президентах, окончательно поставили нас на колени. Потому что это то, чего они хотят. Они хотят, чтобы мы умоляли их о новой системе, пока они разрушают существующую той же инфляции. Кстати, в этой новой системе цифровых валют даже активы будут токенизированы. Например, BlackRock уже инвестирует 47 миллионов долларов в токенизацию. И это только начало. Возможно, они получат еще больший контроль, когда все будет токенизировано. Это будет трансграничная токенизированная система. И нас заставят быть ее частью. При этом они лгут нам, что ситуация станет лучше. Прекратите это делать, люди. Это мое самое большое предупреждение за всю историю предупреждений. Они принуждают вас к этому. Они хотят, чтобы вы стали рабом их системы. Найдите другой способ, кроме как брать и брать в долг. Потому что все, что они делают, это создают зависимость вас от их системы. Прекратите ругаться между собой. Прекратите ненавидеть друг друга и помогать им разделять вас. Хватит плясать под их дудку. Наш главный враг не люди против нас. Наш главный враг это центральные банки практически всех стран мира. Поймите это. Пожалуйста, распространите это видео. И посмотрите вот этот ролик о том, как центральные банки спонсируют войны, чтобы поработить мир. Это расширит ваше понимание о том, что вообще происходит сейчас и происходило последние 300 лет. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...